Добрый вечер, в эфире телеканала Репортер 73, программа «Разберёмся». Сегодня в очередной раз в эпоху коронавируса мы будем говорить об очередной теме в контексте коронавируса. День Победы, 75 лет со дня Великой Победы приходится отмечать онлайн, отмечать по всей России и конкретно в Ульяновской области, в Ульяновске. Мы готовились совершенно к другому и масштабу, и к другому формату празднества, но в короткие сроки успели переформатироваться и подготовить множество интересных вещей. Будем так говорить, представлю гостей нашей студии, они расскажут подробнее обо всём. Сегодня с нами Евгения Евгеньевна Сидорова, министр искусства и культурной политики Ульяновской области. Елена Николаевна Топоркова, начальник управления культурой и организацией досуга населения администрации Ульяновска. Андрей Геннадьевич Пашкин, директор архива новейшей истории. И Кирилл Богданов, представитель региональной дирекции, представитель региональной дирекции Года памяти и славы. Всё правильно? Андрей Геннадьевич, первый вопрос вам. Вы всё-таки директор архива, и вопрос такой исторический. Экскурс сейчас проведём. Было ли когда-нибудь что-то подобное, я имею в виду, чтобы не было парада Победы и торжества, если и были, то больше как-то в семейном кругу? Или это что-то категорически новое? Нет, скажем так, формат того, что День Победы празднуется дома, в семейном кругу, в этом году далеко не первый в нашей истории. Первые 20 лет Победы, она, как мы знаем, не отмечалась. То есть как такового праздника не было. Кроме парада 45-го года. Кроме парада 45-го года. И судя здесь, конечно, у вас вполне возможно крылось и в политических моментах, потому что мы знаем политику Никиты Сергеевича Хрущёва по отношению к военным кадрам и по восприятию истории Великой Отечественной войны. И Леонид Ильич Брежнев, что называется, воскресил традицию празднования. То есть получается, в общем-то, ничего страшного, с одной стороны. А с другой, конечно, наверняка, всё-таки хотелось как-то очень громко всё это сделать, бравурно и торжественно. Евгения Евгеньевна, теперь к вам уже давайте перейдём. К тому, что планировалось в регионе и во что это переформатировалось. И самое интересное, за сколько вы поняли, что уже пора что-то менять и успели всё это сделать? Планировалось очень много, планировалось масштабно, как вы совершенно правильно отметили. Мы планировали праздничные мероприятия с 8 по 11 мая. Они у нас были в определённой нашей сетке. Мы, конечно, хотели, чтобы праздник надолго запомнился. Но я думаю, что всё-таки будет принято решение после завершения режима самоизоляции и всех ограничений по дате празднования в оффлайне. И тогда мы будем надеяться на то, что это будет время, когда погода и ресурсы, которые мы заранее планировали, не региональные, а приглашённые, будут свободны, у нас всё совпадёт. Ну вот как один из примеров. Открывать мы должны были наши большие праздничные мероприятия большим площадным мероприятием 24 апреля, за несколько дней до Победного мая, с участием огромного коллектива ансамбля песни под руководством Виктора Елисеева, с участием Василия Семёновича Ланового, таким большим торжественным собранием с обращением губернатора ко всему региону. То есть вот таким красивым на Соборной площади нам виделось начало больших праздничных мероприятий. И мы, собственно говоря, сейчас находимся с авторами этого проекта постоянно на связи, понимая, что когда будет завершён режим самоизоляции, и определены, повторюсь, даты празднования, когда Ульяновская область сможет этот проект принять. И не исключаем, что с него же мы также и начнём старт больших масштабных мероприятий. Поэтому афиша на самом деле была достаточно огромной и интересной. Мы её презентовали в апреле на Оргкомитете Победы. Она была согласована, утверждена, и мы просто ждали, какое всё-таки будет принято решение. Поэтому о времени на переформатирование скажу сразу. У нас было немного. То есть фактически в конце апреля, как вы знаете, было принято решение о продлении, и что 9 мая будет вот в таком режиме онлайна. Но мы внутренне, наверное, были к этому готовы, поскольку уже целый месяц мы работаем в онлайн-афише для нашего населения. Сначала, конечно, мы в этом новом формате немножко приспосабливались. Потом мы поняли, что дело пошло. Просмотров стало расти в геометрической прогрессии. Предложения, которые даже мы, находясь на самоизоляции, работники культуры, и областных учреждений, и муниципальных учреждений культуры. Но если вы следите за нашей повесткой культурной, то событий каждый день прибавляется. То есть, находясь даже на самоизоляции, наши работники и делают мастер-классы, и дают творческие номера, и даже находясь друг от друга на расстоянии, мы записываем видеоролики одной единой песни и даем ее в интернет. То есть мы, скажем так, за месяц адаптировались. Поэтому, в принципе, мы уже, так сказать, были, еще раз повторюсь, к этому готовы. И быстренько где-то в течение одной недели мы сложили такую онлайн-афишу, связанную с празднованием 75-летия Победы. Сегодня был оргкомитет под председателем Сергея Ивановича. Мы, как бы, ему предложили оргкомитету. То есть всего сегодня порядка 350 онлайн-мероприятий будет в эти дни, вот, допустим... С тех же даток, с 8 по 11. С 6 по 11. С 6 по 11. 140 онлайн-мероприятий готовят, подготовленные государственными учреждениями культуры, и почти 300 мероприятий подготовлены муниципальными образованиями Ульяновской области. А давайте к муниципалам сейчас... Ну, давайте я перебью и к муниципалам сходим, так говорится. Лена Николаевна, Ульяновск, наверное, это самый крупный узел во всей этой системе мероприятий онлайн, да? То есть, наверное, у нас больше всего будет в областном центре их. Расскажите о самых интересных, на ваш взгляд, на что бы вы лично сходили посмотреть? Ну, происходили, да, как-то туда сразу ассоциации с прямыми такими мероприятиями, но на самом деле это вот тоже дало свой плюс определенный. Вот Евгения Евгеньевна сказала, что мы, наши тоже вот учреждения, они искали, искали что-то новое, и многим удалось найти и зацепить, можно сказать, вот за живое. Я сама, ну и начну я, наверное, с этого проекта, который назывался... Сейчас я секундочку, вот прям, чтобы название мне не перепутать, вот эхо далекой войны, но здесь речь идет о рассказе Нины Орловой, Марка Граф, Стюрины, Холмики. И это вот трогательная история. Вы знаете, я когда просто первый раз услышала, у меня вот, ну, просто слезы пыли на глазах, потому что это поразительное, потрясающее в своей вот тонкости восприятие этого, этой трагедии материнской, это история о матери, которая потеряла пять сыновей, пятерых сыновей на войне. И просто у себя вот около дома сделала пять холмиков, пять рубашек закопала туда, и всю оставшуюся жизнь она за этими холмиками ухаживала. Вот, и... Ну, это аудиоформат, это видеоформат. Заключалось, да, вот само, само это вот мероприятие такое онлайн. То есть было предложено, так как этот рассказ, он был опубликован в журнале «Симбирск», в нашем ульяновском журнале в девятнадцатом году, и было предложено всем желающим прочитать отрывки из этого рассказа, и затем наши библиотекари, они смонтировали такой удивительный по теплоте и по силе эмоциональный фильм, и они уже выставили это вот в своей группе ВКонтакте, и, вы знаете, отправили автору, и, ну, вот уже вот тоже возможности сети интернет, конечно, тоже. Вот это вот возможность, когда не только ульяновцы смогли посмотреть эту уникальную запись, но и пришли просто, знаете, вот трогательные такие отзывы из Германии, из Кипра, из многих-многих городов России, но прежде всего вот от автора. Ну, кажется, мы, с одной стороны, вот при таком режиме некоторым образом теряем зрелищность, да, мы не можем там, вот ульяновцы не могут что-то посмотреть, какие-то грандиозные события, вроде парада там или салюта, например, да, а с другой стороны мы подключаем через онлайн-режимы и другие страны к нам. Да, совершенно верно. И есть еще один, если позволите, я тоже скажу, я напомню, вот если помните, вот была такая, это пять лет назад на 70-летие Победы была вот такая книжка-раскраска выпущена, которая называлась «Улицы наших героев». И вот эту тему «Улицы наших героев», она действительно вот всегда, мне кажется, актуальная. И вот эту тему с каждым годом, опять же, библиотекари здесь вот выступали инициаторами, они развивали ее. И в этом году к этой вот уже теме подключились представители других городов, не только библиотекари, не только читатели библиотек. Но, вы знаете, посмотреть географию, она там просто уникальна. Это просто вот с севера на юг и с запада на восток, Калининград, Хакасия, Мурманск, Крым. Ну, потрясающая география, участие вот в этом проекте «Улицы наших героев». Всем хочется рассказать о своих героев. И что особенно ценно, вы знаете, вот идет рассказ даже не столько вот именно как о героях и о их подвиге, потому что, наверное, мы многие подвиги сами знаем, а именно идет рассказ, и люди присылают рассказ о самих героях, как о людях, как о человеке в повседневной жизни. Я понял, вас спасибо огромное за ответ. Андрей Геннадьевич, теперь к вам. Вот сейчас прозвучала «Народная память», да, «Народная победа», «Дорога памяти». Два проекта, один федеральный, другой региональный, насколько мне известно. И начались они задолго вообще до мая, да, до всей этой истории, как бы уже с прямым контекстом 75-летия, оно вызвало, они вызвали такой отклик среди населения. Мы показали сюжет про то, как у вас это организовано, нам потом недели две телефоны обрывали, я всем давал ваши телефоны уже, чтобы люди туда. Расскажите вот об этом. То есть расскажите об этих проектах и в итоге во что они вылились. «Дорога памяти» — федеральный проект, к которому мы подключились, собственно, как только он появился и было объявлено об этом проекте на федеральном уровне, за период до карантинных мероприятий точки оцифровки документов, которые мы открывали специально для населения, чтобы каждый мог прийти и своего предка информацию о своем предке разместить на федеральном портале, посетило несколько тысяч человек. Сейчас, в настоящий момент, работа продолжается. Мы принимаем документы в электронном формате, мы продолжаем их размещать. И самое главное, тот, кто к нам приходит, тот, кто приносит свои документы, автоматически заносит их в состав архивного фонда Российской Федерации. Сейчас оба государственных архива Ульяновской области имеют всю необходимую технику для того, чтобы хранить документы в электронном формате. И таким образом мы пополняем и обеспечиваем сохранность данных документов. Что касается Народной Победы, это акция, которая реализуется уже шестой год. В этом году она пройдет в онлайн-режиме. За пять лет войны, я могу сказать статистику только по государственному архиву новейшей истории Ульяновской области, это где-то порядка тысячи человек, которые принесли фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В том числе мы их также выставляем на Народной Победе. И в этом году, понимая, что мы не можем выйти 9 мая, как обычно традиционно, с баннерами размещать фотографии, мы решили собрать в онлайн-режиме данный материал. Нам сейчас присылают на почту. Буквально сегодня с утра прислали очень интересные документы. И касаются они военнопленного, который пережил все ужасы с концлагерей, вернулся сюда в Ульяновскую область и работал уже на восстановлении народного хозяйства, вот присылает такие интересные документы. У нас сейчас на сайтах наших государственных архивов есть специальный раздел, который посвящен всему массиву интереснейших сведений о периоде Великой Отечественной войны. И в том числе там имеется и такой раздел, который носит название «Народная победа». Вот там, к 9 мая, все эти документы мы выложим. Спасибо. Но я хочу сказать, что «Народная победа» — это акция, которая реализуется в течение всего года. И, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем, кто сейчас нас смотрит. Я понимаю, что у каждого наверняка есть интересные документы о тех, кто воевал на фронте, о тех, кто ковал победу в тылу. И мне кажется, как раз сейчас самое время для того, чтобы просто отсканировать эти документы и отправить их к нам в архив. Адрес? Адрес нашего сайта www.centerarchiv.ru. А почта очень простая. «centerarchiv.sobaka.yandex.ru». И физический адрес для старших поколений, которым весь этот интернет. Город Ульяновск, улица Александра Матросова, дом 16. Спасибо огромное. Но вот эта история, о которой говорил сейчас Андрей Геннадьевич, она больше все-таки, конечно, для старших поколений, которым интересно именно оставить память о своих предках, передать в архив, как-то сохранить, осифровать. Молодежи, что интересно в Дне Победы, Кирилл, вопрос вам. Чего хочет молодежь от 9 мая вообще? И как она приняла известие о том, что 9 мая теперь в компьютере, в телевизоре, но вот на улице уже не получится? Ага. Ну, на самом деле, спасибо за вопрос. Для меня вообще, в принципе, главный посыл всего этого года — это душевность, это любовь, это семейность, это сохранение истории и памяти о подвиге наших бабушек и дедушек. Этот посыл не изменился. И молодежь это понимает. И вообще, в принципе, все население это понимает. Да, формат сейчас немножко другой, но при этом та же акция «Бессмертный полк». Да, мы сейчас не выйдем на улицу с портретами наших любимых родственников, но мы можем разместить это на сайте «Бессмертного полка», просто подать заявку, там очень все просто. И буквально каждый желающий может это сделать. Вот мне вчера присылали статистику. По-моему, по России было уже на момент вчерашнего дня, то есть вчера по факту запустили, уже около полумиллиона заявок, даже больше. То есть волонтеры обрабатывают эти заявки, и потом эти портреты будут и на телевидении публиковаться, и в «Контакте», и в «Беноклассе», как в основные социальные сети здесь задействованы. Потом акция «Сад памяти дома» была акция «Федеральный сад памяти», она международная. Она просто перешла в онлайн-формат. Сейчас каждый желающий может посадить дерево около своего дома, то есть на своем приустадебном участке, или нарисовать дерево со своим внуком, не знаю, сыном, дедушкой, бабушкой, опубликовать свою историю в интернете с хэштегом «Сад памяти дома», рассказать, в честь кого это дерево посажено. И здесь такой момент единства получается, когда ты читаешь историю какого-нибудь 15-летнего мальчишки, который пишет про своего дедушку. Это всегда очень трогательно, очень, не знаю, как-то душевно. И самое главное, что этот посыл, несмотря на коронавирус, никак не изменился. А в этот день мы все ожидаем, естественно, какого-то праздника. К сожалению, да, не все получится, но как бы посыл уже в 10 утра будет верный, в том плане, что мы все увидим обращение президента к нации, он поздравит нас всех с 9 мая, мы послушаем его поздравления, не знаю, может, обнимемся все вместе, поздравим друг друга, я вот буду со своей бабушкой находиться, и будет все очень здорово, надеюсь. А в 7 часов вечера у нас будет «Сероссийская минута молчания», тоже по телевизору все это будет показано, а потом мы всем предлагаем выйти на балкон, не знаю, на прислательный участок, просто во двор и спеть песню «День Победы». То есть акция достаточно простая, и она все равно несет тот смысл, который мы всегда закладываем в «День Победы», чтобы сохранить вот эту частичку истории и как-то поучаствовать, что ли, вспомнить своего дедушку еще раз. И на самом деле все, пускай сейчас акций очень много, они все в онлайне, очень дублируются зачастую, но сама суть сохранения вот этого семейного какого-то единства, душевности, она есть, и очень здорово, что ребята это понимают и в этом участвуют. То есть очень классно, что мы все работаем и продолжаем это помнить. Ну вот «Бессмертный полк» прозвучал, и «Песни Победы», которые сейчас планируются через окна, через наши дома провести. Евгений, Евгений, вопрос вам. Вот эти истории для Ульяновской области, насколько они интересны, насколько мы плотно в них участвуем, «Песни Победы». У нас будет одна песня, или каждый поет свою. Как все это вообще координируется, как это все выглядит. И «Бессмертный полк». То есть нужно просто встать у окна со штендером, как бы увидеть только соседний дом. Ну, если вы позволите, я немножко скажу о том, чем мы занимались до, собственно, вот торжественных мероприятий сейчас, этой недели, перед 9 мая. То есть мы еще 25 марта дали старт нескольким большим региональным сетевым проектам для того, чтобы население Ульяновской области, понимая, что, возможно, не состоится повод, причине, о которой мы все говорим, празднование в привычном, традиционном, любимом нами формате. Мы еще 25 марта, в День работника культуры, дали в онлайне два таких проекта, разрешите сказать о победе. Это проект Дворца книги нашего и «45 песен до победы». Потому что именно 25 марта оставалось 45 дней до Дня Победы. И мы предложили записывать ролики с чтением стихов, фрагментов, прозы, писем, воспоминаний проекта «Разрешите сказать о победе» и, собственно, исполнить 45 песен о победе в эти 45 дней. Что мы получаем сегодня? Вот статистика, да? Вот вы как бы задаете вопрос, как мы все объединимся? То есть сегодня, например, роликов «Разрешите сказать о победе» размещено более тысячи. Общее время чтения составляет более двух с половиной тысяч минут. Возрастной охват участников от четырех лет до 75 лет. Например, количество просмотров этой акции уже сегодня превысило 100 тысяч. Самыми активными оказались Маньский район, 350 роликов сделаны ими. Новоспасский район, 243 ролика. Вишкаемский и Чердоклинский по 180 роликов. Если мы говорим о проекте «45 песен до победы», то активность такая. Сегодня это 4214 роликов в сети, в которые вовлечены жители нашего региона, а просмотров почти 670 тысяч. Поэтому мы как бы сделали такую подготовительную работу, наверное, на всякий случай, чтобы в День Победы этот ресурс использовать. Поэтому сегодня через, например, такие институции, как ТОСы в городе Ульяновске, через волонтеров культуры, у нас есть не только волонтеры победы, но есть и волонтеры культуры, мы формируем такие бригады, которые будут работать во дворах, на добровольных началах, волонтерских началах. Вот, например, в городе Ульяновске это будет 75 дворов, в которые мы приедем с небольшими концертными программами в маленьком составе для того, чтобы соблюдать все меры, связанные эпидемиологические меры, для того, чтобы поздравить, во-первых, ветеранов, проживающих в этих домах, и, соответственно, жители дома тоже могут присоединиться к этой концертной программе из своих окон и балконов для того, чтобы, ну, спеть еще и днем какие-то любимые песни, которые мы все знаем. Кирилл уже сказал о 19.01, та акция, когда мы поем все вместе «День Победы», здесь механизм тоже очень простой. Я думаю, что мы разместим еще в сети интернет-ролик, который мы готовили для участия в марафоне Приволжского федерального округа «Наш День Победы». Этот ролик вышел в эфир 4 мая, мы присоединились ко всему ПФО. Песня записана с участием наших любимых соловушек и солистов государственного ансамбля песни и танца «Волга», поэтому в онлайне будет исполнение этой песни нашими земляками. И я думаю, что в 19.01 мы с удовольствием выйдем и споем. А вот вечером мы еще все-таки предлагаем, несмотря на то, что «Салют» будет идти в онлайне. А будет «Салют» все-таки? Он планируется. По месту пока определенности на сегодняшний момент нет, но мы входим в число почти чуть более 30 городов, в которых «Салют» будет 9 мая, в день нашей Великой Победы. И зрители смогут увидеть «Салют» в онлайне. Но ведь мы всегда приходим на «Салют» чуть раньше, мы ждем. Это кульминация праздника. Поэтому здесь, чтобы наше ожидание еще раз нас сплотило в этот праздничный, великий день, который мы на самом деле ждали с огромной любовью и готовились к нему в течение долгого времени, даже не одного года. Здесь мы предлагаем за 3 минуты, а «Салют» в онлайн пойдет в 22 часа по местному времени. И я надеюсь, что ваш телеканал тоже присоединится. Наш будет, я сейчас ремарочку вставлю небольшую. 9 мая с 21.45 до 22.15, смотрите на телеканале «Репартер 73» и на сайте www.reperter73.tv праздничную трансляцию «Победного салюта ульяновски». Елена Николаевна, вот Евгения Евгеньевича сказала, что ТОСы подключаются с помощью вас или ТОСы вас подключают. Расскажите об этой истории. То есть ТОСы сейчас, понятно, они захватывают и Россию, и наш регион-то уж точно. Отсюда практически вся эта история начиналась. Мы были одними из первых. Как они вам помогают, как вы помогаете им, как эта каша все вместе варится? Знаете, наверное, вот есть такая тема, от которой никогда никто не отказывался. Тем более вот в такой юбилейный год. То есть здесь просто действительно все работают вот бок о бок для того, чтобы сделать самое интересное мероприятие, чтобы все прошло и на высоком уровне, и в то же время безопасно для наших жителей это было. И поэтому, конечно, отрабатываются вот все те проекты, о которых сегодня говорила Евгения Евгеньевна, они отрабатываются совместно нами управлением культуры ТОСами, отрабатываются управляющими компаниями, компаниями жилищно-коммунального хозяйства. То есть, в принципе, здесь все вот как единое целое выступают. Работают депутаты очень активно в этом направлении. Они работают как раз вот тоже с жителями. И вот самая главная цель это добиться вот действительно единения, единения и в исполнении как раз вот песен, легендарных песен наших, да, военных вместе с жителями. И вот то, что Евгения Евгеньевна, правильно она говорила о том, что 75 дворов примут, мы тоже не будем сейчас называть адреса для того, чтобы не собирать людей. У нас нет в планах собрать людей на улице, около сцены. Задача, чтобы люди собрались у компьютеров и телевизоров. А мы бы хотели, даже нет, даже не столько у компьютеров и телевизоров, чтобы все равно они вышли на балконы, подошли к окнам и вместе вот с этими летучими бригадами их сразу услышат. И они исполнили... Но те дворы, которым достанется 75 концертов, они объединятся между собой. А остальным-то все равно придется как-то объединяться со страной через средства коммуникации. Да, да. Но особенно здесь вот объединение со страной, это, конечно, вот тот проект, когда в 19.01 исполняется День Победы всеми вместе. Это, конечно, тоже, мне кажется, дорогого стоит. Это действительно будет со всей страной. Спасибо. Андрей Геннадьевич, я тут еще подумал, а вот эта вся история с онлайном, с измобилей материалов, видео и текстовых, и аудиофайлов. Вот вам, как человеку, который представлен, как бы директор архива, мне кажется, она вам должна очень нравиться. Сколько останется на память следующим поколениям вот всего этого массива? Скажите, вы как-то можете потом это использовать? Не то, что касается вашего архива напрямую, вот через ваши акции, да? А другие акции какие-то. Вы понимаете, дело в том, что сейчас уже грань между бумажным и электронным документом стирается. Вот. Вопрос только в том, что, конечно, выставлять, например, на выставке подлинник, да, естественно, это смотрится лучше. Но, на мой взгляд, вот эта вся страшная ситуация с коронавирусом и уход в онлайн режим, он, в свою очередь, открыл для архивов некую новую страницу и новую целевую аудиторию. Во-первых, архивисты, скажем так, научились делать электронные экскурсии в видеоформате по нашим фотодокументальным выставкам. Это первый опыт, и он сейчас, в настоящий момент, достаточно хорошо находит в себе применение. Во-вторых, выход в онлайн, на мой взгляд, он, естественно, позволяет привлекать и документы, опять же, в архивные фонды. То есть до тех пор, пока архив неизвестен, а я сейчас говорю о всей сети архивных учреждений Ульяновской области, не только о государственных архивах, но и о муниципальных, пока архив неизвестен, в него не несут документы. А документы личного происхождения, документы личных фондов в большинстве своем, это основа всех социально значимых мероприятий. Потому что населением простой документ делопроизводственный, сухой, статистический, он, ну, скажем так, воспринимается достаточно холодно. Ну, деловой он. Да. Нужны какие-то истории. А когда он содержит жизнь человека, его опыт позитивный, негативный, чувства, эмоции, все что угодно, естественно, это воспринимается по-другому. То, что сейчас мы получаем в ходе акций, то, что мы сейчас получаем от населения, это хранится вечно. Как и любой документ архивного фонда Российской Федерации. Спасибо огромное. Напоминаю, мы сегодня говорили о 9 мая в онлайн-режиме на территории Ульяновской области и города Ульяновска. Какие мероприятия заготовлены, как будем праздновать, несмотря на коронавирус. И в конце еще скажу, 9 мая с 21.45 до 22.15. Смотрите на телеканале Репортер 73 и на нашем сайте www.reporter73.tv праздничную трансляцию победного салюта в Ульяновске. Благодарю вас, дорогие гости, за участие в программе. А вас, уважаемые зрители, за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин